Привет Владимир! Наконец-то дождался соединения. Всему свое время. Я вот бы хотел немного по некоторым вопросам обговорить. Тут просто процедура у меня с судов с банками началась. Кое-какие шаги я сделал уже по этой теме. Вопросы все равно остались. Несколько пунктов. Можно да, спросить? Конечно. Вот смотри, без меня провели суд. Судебное решение, приказ я отменил, все там отдал документы. Сказали определение, они там как выставят, отправят. Мне когда можно запросить документы у суда или вообще у суда запрашивали документы? Что на меня банк подавал? Какой пакет документов? Еще раз вопрос, не пойму. Банк же подавал документы в суд, но на основании чего? Вот мне когда запрашивать эти документы? В любой момент. Когда хочешь. И что мне потом с ними делать вообще? Какой дальше шаг делать? Запрашивать документы у банка? Ну вот ты сам что хочешь? Начнем с этого. То есть твои мысли, твои желания, что ты хочешь, что и что тобой движет? Ну как что? Добиться порядка во всем. Значит, надо делать все. Все подряд. Делать, делать, делать и наводить порядок. Вот как я беру и делаю все подряд. С этим столкнулся, это делаю, завтра то делаю, послезавтра еще что-то делаю. Каждый день круглосуточно я что-то делаю. То есть очередность не имеет значения, откуда что начинаешь? Очередность нет. Можно хоть сразу все одновременно. Можно написать сегодня же приставом, сегодня же делать запросы на существует ли суд. Сегодня же отправить председателю суда вопросы о том, чтобы предоставили документы на судью, что он действительно по закону занимает должность. Сегодня же можно запросить выписку на банк в налоговой. Сегодня же можно отправить заявление в банк, на предоставление документов, подтверждающих то, что ты деньги получал, что они тебе их передавали. И так далее. Ты хоть сейчас в один момент это можешь делать. Просто заваливать письмами со всех сторон получается, да? Ну, конечно. Ты есть генеральный прокурор. Просто ставь себя на место генерального прокурора страны. И вот ты проводишь расследование. Все. И ты делаешь эти действия. Проводишь расследование. Понятно. Но я как бы выписку уже заказал, сделал. Я даже нашел, скачал лицензию Сбербанка. Был, конечно, удивлен, что мне написано. Я просто в шоке. Это каким путем глобальным? Это так надо одурить. Даже до сих пор. Ну, как бы, основная масса людей, с кем я общаюсь, по-моему, они даже не хотят вникать, что происходит, куда движемся. Их все устраивает. Да, все устраивает. Живут одни днем. А что мы сделаем? Как они говорят? Что мы сделаем? Это система. Нам ничего не сделает. Ну, как бы, сразу возникает мысль, надо брать топор, винтовку, там, идти воевать, кого-то убивать. Не-не-не. Тем людям, которые говорят, а что я сейчас могу сделать? Это система. Таким людям на день рождения нужно дарить пистолет, чтобы он застрелился. Ну, раз нету смысла жить. Ну, согласен, согласен. Цели не видят дальнейшей. Понятненько. Да они просто не осознают своего предназначения. Да, как осознавать, если мозги настолько промыли не только вот такого поколения, как мы, младшим и старшим, которые наши отцы и деды. Вот отцы и деды, им, по-моему, уже, они знают обстановку, но им все равно. Они как будто руки опустились. Ай, ладно, будет что будет. То есть им уже все равно. Я даже со своим отцом разговаривал, с дядей, и как бы, ну, просто поровну. Есть, есть, живем и ладно. Проснулись, и слава богу. Вот как-то так, такое мышление. Поддержание такой идеи я еще пока вот здесь не встречал. Я, кстати, тут случайно заметил ролик, ты Минусинский был недавно. Как-то, к сожалению, блин, мне так рядом было бы, я бы попал бы хотя бы. Да, если бы я знал бы, как бы это было вообще внепланово. То есть просто произошло все мгновенно. То есть звонит человек с этого, ну, с центра здоровья Клеопатра, собственница. Говорит, нам нужно правило поставить, нам дали телефон. Я говорю, ну, хорошо, как будет, приделайте предоплату, как там все будет готово. Потому что, я говорю, я не знаю, все в потоке, заказов много. То есть, когда я изготовил, в течение недели, точную дату не могу сказать. Но в течение недели. Она, я 8 числа улетаю в Питер на месяц. То есть мне как бы до 8. Ну, либо там, ну, вас встретят без меня. Я, то есть, ну, дам ЦУ, телефон и все дела. Я говорю, будем стараться до 8. Ну, и все, и седьмого утром мне звонят с покрасочной, там, ну, где металлом занимаются, где нам рамы делают. Говорят, все, рама готова. Все, я быстренько туда лечу. Всю фурнитуру все собираю, гружу в машину, там, делаем пусконаладку. Смотрим, что все как бы подходит. Все, и мчимся в сам Минусинск. Соответственно, в Минусинск приезжаем, устанавливаем. Звонит человек, нам бы хотелось бы, чтобы вы провели семинар в Минусинске. Я говорю, ну, давайте завтра мы здесь, как бы, переночуем, то есть, и завтра проведем. Говорите адрес они. Ну, все, Абаканская, 46. Все, мы тут же, там, в час ночи спать легли, в 9 утра проснулись, к 10 мы уже на встрече. Проводим эту встречу. Ну, то есть, все, стихийно. Здорово, нет, а мне тут просто рядом с Минусинском, там, час делов я. В городе. Не проблема. Было бы. Да, я выезжаю хоть куда. Вопрос-то просто. Те, кто хотят организовывать людей, организовывают, договариваемся на какое-то время. Даже не обязательно приезжать. Можно, допустим, снял помещение, в котором есть проектор и интернет. Все. Скайп установил на этом ноутбуке, подключил к проектору. Все, люди сидят в зале. Все, мы время договорились. Я захожу в скайп, ты мне звонишь. Все, включили видеокамеры. Я вас вижу, вы меня видите. Все, ведем диалог. Как бы, ну, взаимодействовать хоть как можно. Можно приехать там, допустим, ну, если есть там количество народу соответствующее. И так далее, и тому подобное. Ездить понятно. Я пока сколько, вот, с того момента, как узнал, вот, вник маленько, более-менее уже по полочкам разложилось. Вот, я пока не встретил никого, который бы вот так заинтересовался. Вот, если там по части кредитов, да, да я же взял деньги, надо платить. Ну, плати. Я, как бы, не плачу 7 месяцев и не переживаю. Пишу потихоньку, чего-то, вникаю в процесс, откуда чего берется. Как бы все, да, да, соглашаются и при этом сразу отключаются на свои темы, жизненные вопросы и все. И на этом вся беседа заканчивается, как бы. Быстренько ретируются, от разговора уходят. Ну, как бы, я не знаю, тяжело, может, контингент такой попадается пока. Да не надо об этом думать даже. Да я не думаю, как бы, я делаю, просто, когда делаешь, шаги будут видно и действия, и там уже нужные люди сами потянутся. Кто заинтересуется? Конечно, конечно. Закон подобия в природе никто не отменял. Подобное притягивается к подобному. Да, согласен. А слушай, вот такой вопросик. А если вот, допустим, я в суде как бы всего один раз был, прямо это давно еще, когда были прецеденты по комиссиям, незаконно, банки брали комиссии. Вот если вдруг, чего такая ситуация сложится, дойдет дело до суда второго, который там будет уже, не знаю, какой там будет проходить. Вот сейчас у меня в мировом суде проходило заседание, ну, без меня, соответственно, а потом уже куда не пойду. Какая сумма долгая? Три кредита, ну, на 341 тысячу. На 341 тысячу решение выносил мировой суд? Да, я тоже удивился, почему мировой суд. Ну, это не их последствия, они не занимаются такими суммами. Ну, видимо, там, там, наверное, по-моему, до 50 тысяч у них идет. Видимо, там закон не писан, и мозгов там ни у кого нет. Так, если такой беспредел, по-моему, все равно, кого и где судить. Близко засудить, и всего лишь цель, чтобы была достигнута. Не, а вот так ты вообще представляешь интересы? Суда. Не вижу смысла ходить вообще в суды, но это мое личное мнение. А как? Ну, потому что его не существует. Смысл мне ходить туда, чего нет. С таким же успехом можно ходить в соседние дома по подъездам. Там, стучаться к людям в квартиры, там, и говорить, вынести против меня там решение. Ну, как бы, кому ходить, куда ходить, кого признавать. Ну, а вот смотри, вот как действует, да? Ну, сейчас, конечно, рады перестали, не знаю. Ну, сделал запросы, сделал запросы в налоговую, получил справку, что этой организации нет. Сделал запрос в сам суд, на судью, согласно закону о суде. То есть, чтобы они подтвердили свои полномочия, чтобы предоставили документы об образовании этого суда. Если тебе ничего не предоставили, все, то есть, это в никуда, нет никакой там организации. Все, куда ходить. А у нас мировые судьи назначаются правительством Красноярского края, ну, администрацией, да? По-моему, так? Да, кто-то мы их только не назначают. И депутаты горсовета, и районные депутаты там, кому не лень назначают. Вопрос-то в том, что любой законодательный акт должен соответствовать Конституции. А в Конституции черным по белому написано 83-я и 126-я статья. Судей назначает президент. Ну да, это я знаю. Но я тоже федеральные законы смотрел, как они назначаются. Там тоже весело. Но так и федеральный закон должен соответствовать Конституции. Тогда только он правомочен. А если он противоречит Конституции, значит он не правомочен. Ну, это понятно. Это сейчас пока... Ну, так вот это и нужно пропихивать в их голову. Мы же являемся учителями этих бестолочей. Каждый из нас есть учитель этой бестолочи, которая сидит там в манте или в погонах. Все, понял. Значит, на запросы сейчас сделать и параллельно в банк написать и запросить документы у банка. Все какие там... Где-то я смотрел перечень из 21 документа. А вот слушай, вот мемориальный ордер, это же вообще чисто бухгалтерский, банковский документ получается, да? Да. Операцию провести с одного счета на другой должен быть мемориальный ордер. Ну... Чтобы зафиксировать перенос, да? Угу. И у них, наверное, от этого, скорее всего, нет у банков. Да суть-то в другом. Суть в том, что... Вот, например, представляем, вот ты обращаешься ко мне, говоришь, Володя, займи мне, пожалуйста, бабла. Угу. Я говорю, давай заключаем договор займа. Заключаем, в котором пишем, что я обязуюсь в течение пяти дней после заключения договора перечислить со своих таких-то реквизитов на твои такие-то реквизиты, такую-то сумму, под такой-то там процент, либо без процентов, и на такой-то срок. Ты со своей стороны обязуешься вернуть с процентами, без процентов на такой-то срок. Наши паспортные данные, дата рождения, место составления документов, все, росписи сторон. Все, это просто договор, где две стороны договорились о своих намерениях в будущем сделать определенные действия. И он, этот договор, действителен только когда к нему приложены, первое, квитанция, чек, там, любой, любой документ, подтверждающий передачу тебе денег. То есть я перевел со счета своего на твой счет в банке при помощи паспорта, да, пришел, говорю, вот реквизиты человека, хочу ему деньги отправить. Все, есть бумажка, говорящая о том, что я тебе деньги перевел, то есть с моей стороны я договор выполнил. Теперь ты со своей стороны пишешь мне расписку о том, что деньги получил, обязуюсь их вернуть там в течение 30 дней, например, согласно договора и так далее. То есть идет сам документ передачи денег и подтверждение, то есть два документа еще к договору. И вот когда обе стороны выполнили условия договора, только тогда договор вступает в силу. Если этих двух бумажек нету, либо есть только одна из них, то договор не полностью выполнен. То есть стороны не выполнили свои обязательства по договору в должной мере. И договор не может быть заключен. Соответственно, в банке должен быть документ, распоряжение в данном случае, если смотреть банк, распоряжение управляющего. О том, что он обязывает бухгалтера исполнить кредитный договор, то есть должно быть распоряжение, в котором написано, согласно кредитного договора, номер такой-то, перевести с корсчета банка, потому что у банка только корсчет. С корсчета банка такого-то на реквизиты физического лица, фамилии, имя, отчество, лицевой счет такой-то, такую-то сумму. Передает бухгалтеру с подписью. Бухгалтер ставит свою подпись, передает кассиру. Кассир выполняет действия на компьютере. Соответственно, бухгалтер еще свои документы там, ну то есть бухгалтер подписал и передало кассиру. Она передала кассиру. Кассир выносит свой документ, расходно-кассовый ордер называется, на основании вот этого распоряжения. Все, и делает вот эту операцию. У тебя ты получаешь в банке приходно-кассовый ордер, когда приходишь в банк, то есть приходно-кассовый ордер о поступлении денег на твой счет. То есть получается договор, распоряжение, расходно-кассовый ордер и приходно-кассовый ордер. Целых три документа, сопровождающих сделку. Вот этих документов нету. Потому что есть документ, в котором ты открыл просто лицевой счет в банке и на него просто положил свой вексель. То есть ты сам взял свой кредитный договор и сам его положил на свой же счет. Все, банк тебе ничего не давал. Интересно. Ну так оно так по документам. Я же там три или четыре видео записал и документы показал, как это происходит в банке. Да я там, наверное, не все еще посмотрел у тебя видео. Да они вот самые последние там по поводу Сбербанка. А, самые свежие? Сбербанк и ВТБ банк, то есть я там показывал. И по двум банкам объяснял, в этом в Минусинске показывал документы. Когда человек кредитную карту получает, деньги наличные. А, ну по карте я вот смотрел семинар, вот да, Минусинский я просмотрел сегодня. Ну, по карте там, да, в принципе, там понятно. В голове не укладывается, что такое еще может быть. Да, а что там не укладываться, понимаешь? Если ты принесешь кусок золота, либо там бриллиант в банк и говоришь, я хочу у вас разместить это золото или бриллиант или еще что-то, какой-то ценный металл. Тебе с тобой заключат договор ячейки. Ну, как вклад откроет получается. С тобой заключат договор ячейки, договор хранения. То есть заключили договор, тебе выдали ключик, проводили тебя в хранилище, ты открыл свою ячейку, положил туда свои вот эти сбережения, закрыл ячейку, все, оно хранится в банке. Теперь аналогичная ситуация. Ты пришел с кредитным договором, он же вексель, то есть ценная бумага, которая тобой создана, тобой лично создана эта бумага. Все, ты эту сумму написал, роспись поставил, указал свои паспортные данные, образование, свое имущество, там, квартира, дом, машина есть у тебя там, место работы, справку до НДФЛ предоставил. То есть ты обеспечил данный документ тем, что у тебя есть финансовые активы. Все, ты выписал вексель. Ты его принес в банк, этот кредитный договор равно вексель. И говоришь, ребята, мне нужно его у вас разместить. С тобой заключают договор открытия вклада, потому что ты принес ценную бумагу, ее не надо ложить в ячейку. Ее можно зачислить на счет. Поэтому с тобой открывают лицевой счет или счет вклада. Заключают договор об открытии счета. И ты просто, как вот ты купюру 100 долларов принес, евро принес, и ты их просто положил на счет. Так же ты принес кредитный договор и просто положил его на свой счет. Это да, но там еще возникает счет 455, вот этот, который считается якобы кредитным. Это транзитный счет. Вот, чтобы операцию провести, вот кассир, для того, чтобы, вот ты придешь, 100 долларов положишь в кассу на счет, у тебя в документе будет транзитный счет, через который деньги зачислятся, через который учет происходит, на который зарегистрировано самого оператора, кассира, в данном случае. Понятно. То есть, чтобы зачисление произошло, потому что оно же через руки кассира происходит. Кассиру привязан свой счет, каждому кассиру свой счет. И за смену кассир через свой счет загоняет на твой счет бабки, которые ты в кассе подаешь в бумажном виде, они в электронный переводят. Кассир это проводник, всего лишь проводник операции. Понятно. То есть, это его на счет. И другой момент, другой момент. То есть, соответственно, кредитный счет может быть только у юридических лиц. Почему? У тебя не может быть кредитного счета, потому что ты просто физическое лицо, ты не предприниматель, ты не занимаешься коммерческой деятельностью. У тебя может быть только свой личный лицевой счет. А организация, занимающаяся коммерческой деятельностью, у нее может быть кредитный счет. Она должна сдавать отчеты и платить налоги по операциям, проводимых по своему кредитному счету. Кредитный счет, я так думаю, предполагает возвращение денег с процентами. А есть же вообще российский классификатор видов деятельности, где там какой-то определенный пункт указан. Потребительский кредит физических лиц, юридических лиц. Это прописано же? Вот смотри. Например, решил я торговать алкоголем. Открыл фирму ООО «Водка». И у меня есть виды деятельности по торговле алкоголем. Но для того, чтобы я торговал в законе, то есть по закону, мне нужно иметь лицензию на этот вид деятельности. Ну да. А если нет лицензии, ну и что, что у тебя есть такой вид деятельности? Ты им не можешь заниматься, потому что у тебя нет лицензии. Не, ну это-то понятно. Без лицензии... Ну, соответственно, у банка нет лицензии на кредитование? Нет. Даже у самого Центрального банка нет лицензии на кредитование. Но есть лицензии на медицинскую деятельность, на химическое оружие и так далее. Интересно, конечно. Да потому что они геноцидом занимаются, поэтому там такие виды деятельности. Да, это я уже понял. Тут уже не одно видео просмотрел, как бы и военные всякие говорили, что война как шла, так и идет, так и закончится. Тут, кстати, нашел закон федеральный о территориальном каком-то там развитии. ТОР, по-моему, запрещено. В 2014 году подписано, что якобы от 40 до 60% территории Дальнего Востока Сибири отойдут к Китаю или, там, не знаю, каким-то другим заинтересованным государством. Короче, продадут по частям всю страну. Такое тоже есть. Да много чего есть. Насколько только все это поможет, вся работа, как суетиться. А что, кто-то куда-то торопится? Я вот делаю каждый день то, что считаю нужным. Меряю все совестью. И все, я никуда не спешу. Я просто сделаю столько, сколько могу. Потому что всему свое время. Все происходит лишь тогда, когда должно произойти. Вот представь мы, это называется законы природы. Вот представь, вот мы сейчас с тобой сидим такие, блин, как хотелось бы, чтобы сейчас была зима, 40 градусов, на санках покататься. Да мы хоть как будем хотеть, писать законы. Зима будет тогда, когда ей должно быть. когда придет время. Тогда будет зима. И так же во всем происходят события только тогда, когда они должны происходить. Вот мы с тобой разговариваем сейчас, потому что только сейчас было суждено вселенскими конами, законами, мирозданием. Именно нам сейчас с тобой разговаривать. Не вчера, не позавчера, не год назад. А именно сейчас. Ну, наверное, все-таки, может, оно даже и так. Но в любом случае, надо стараться, стремиться. Может, даже где-то что-то подгонять. И тем более, один, два, там, тысячи человек мало что изменят. в лучшую сторону. Все в твоей голове. И все зависит от твоего отношения. Вот я вижу, что я живу в прекрасное время, в прекрасном месте, в прекрасных обстоятельствах. У меня вот такое отношение к жизни. Счастливое, улыбчивое. Кто-то видит, что он живет в дерьме, в говне. Ну, это же его отношение. Не, ну, правильно. Не, ну, я-то тоже как бы на позитиве не отчаиваюсь. Просто провожу работу, делаю, как бы, огорчаться, отчаиваться не стоит. Руки опускать тоже ни к чему. Всегда надо действовать. Действовать в правильную, нужную сторону. Я люблю выражаться по этим всем вопросам коротко и емко. Муха всегда видит вокруг говно, а пчела вокруг видит нектар. А все они находятся на одном и том же месте, в одном и том же состоянии и времени года. Ну да, согласен. Слушай, вот пока не забыл, вопросик вот такой. Тут смотрел все эти документы по поводу референдума, там не знаю, насколько они правдивы, и там везде прописано, что сохранение союза СССР как обновленной федерации. Что это? Я просто почитал в другом, что я, какие-то другие источники, якобы обновленной федерации, это уже совсем другое государство. Объясняю. Я уже объяснял, сейчас тебе еще, теперь тебе объясню. Вот смотри, перенесем все это не на размеры страны, а на свой дом, на свою квартиру. И вот семья, это вот государство внутри квартиры, жена, мама, родители, живем мы большой семьей, дедушка, бабушка. И вот мы собрались за обеденным столом 17 марта 91 года и говорим, ребята, короче, пришло время провести референдум, провести всенародное голосование по поводу того, чтобы поменять политический строй, сохранить, либо поменять название и так далее, и тому подобное. Все, повестка дня, все, все мы раздали за столом листы для голосования, каждый начинает проявлять свою волю, да, за, против, и так далее. И воздержался, например. Так вот, проголосовали мы все, что да, мы согласны сделать ремонт, наклеить кафель, поменять полы, постелить ламинат, переклеить обои, все, мы проголосовали, провели референдум о том, что мы хотим жить в обновленной квартире. Все, большинством голосов, все приняли, и все, разошлись, и больше ничего не делаем. Произойдут какие-то изменения? Нет. Так вот, референдум был, но больше после этого ничего не было. Просто никто ничего не сделал. Совет народных депутатов разбежался, кого-то перестреляли в 93-м году. Все, на этом все закончилось. И на вот эти все обломки успешно организовалась какая-то фирма Российской Федерации. Все? Что тут? Ну так успешно и разваливает в течение 26 лет, прям успешно разваливает. Вообще все, от и до. Так вот, соответственно, нужно, чтобы привести все в порядок и референдум привести в действие, нужно сначала восстановить Совет народных депутатов и уже сделать дальнейшие действия. Провести выборы законные, избирательные участки организовать и так далее, и тому подобное. законные выборы это понятно, а кадровый состав-то, его же надо готовить к работе, к работе управленцев, нормальных управленцев, не те, которые там допустим сейчас сидят, вот эти жиды, которые там все тащат, воруют, это же надо толковых людей, которые там, я не знаю, готовы будут взять на себя обязательства, да не то, что обязательства, должны быть знания, знания должны вот, давай разберемся, опять же, переходим к меньшим моделям, то есть, все подобно, переходим к меньшим моделям, вот, ты живешь в своем государстве, то есть, в своей квартире, в доме там, и вот у тебя целая семья, и вот ты сейчас задаешь такой семье вопрос, блин, надо пригласить нам в квартиру, в дом каких-нибудь управленцев, президента пригласить, министров, полицейских, налоговиков, а то что-то у нас холодильники пусто там, кто-то там крысятничает, надо найти вора, там кто-то налоги не платит, в общак не скидывается, чтобы продуктами закупались, кто-то живет за чужой счет, ты будешь приглашать к себе домой, или ты сам сможешь разобраться с этим порядком? Конечно, сам. Ну, так вот, когда каждый дома наведет у себя порядок, потом все, кто навели дома порядок, они встретятся и наведут на улице порядок, в подъезде наведут порядок, потом в районе соберутся лучшие люди, которые научились это делать, наведут в районе, потом в городе, потом в самой области, наведут порядок. я уже это начал делать, вопрос во всех остальных, кто-то тоже где-то уже начал это делать. Да понятно, как бы везде же не безразличные люди, все равно уже есть, которые стремятся. конечно, конечно. Основная масса преобладает пока, которые вообще все фиолетово. Да зачем о них говорить вообще? Они были, есть и будут, тем, кому фиолетово. фиолетово. может быть и так. Все понятно, значит. В принципе, действительно, вопросов таких больше нет. Буду заниматься писаниной, тогда требовать документы, не знаю, проверять, кто где, как зарегистрирован. Естественно, естественно. Одеваешь образ генерального прокурора и начинаешь свое расследование. понятна. А вот запросы-то, наверное, там, у тебя бланков нету, да, этих образцов? Да, они есть все в чатах. Документов миллионы. В чатах, видишь, мне же надо тебе в чаты добавиться каким-то образом, правильно? У меня такое в паспорте СССР есть. Ну, там народу двести с лишним человек. Да, я понимаю, что много, конечно. так задай вопрос и тебе скинут все. Все беды от нашего бездействия, от нашей скованности, что мы боимся чего-то там поговорить и что-то спросить, познакомиться с кем-то. Просто бери добавляй всех активных людей, которые ты видишь здраво изъясняются, что-то там общаются. Просто бери добавляй друзья, знакомься, там же также созванивайся, обменивайся. Я не то, что там скромный в общении, я как бы всегда стреляюсь, нормальное позитивное общение нужно завести, чтобы оно было для пользы дела и личного, и общественного. У меня в день больше пятидесяти новых контактов и общений с людьми. В сутки больше пятидесяти. За стола вообще не вылазишь. Вылажу, но только потом, когда меня нету, там хотя бы день, вот в Минусинск ездил, мне было двое суток. Все, я два дня разгребал. Просто не отовсюду. Ничего себе. А сегодня весь день сижу на разговорах. То есть сижу и разговариваю, и разговариваю, и разговариваю, и разговариваю, и разговариваю. Ну, сперва ты разговариваешь, потом все будут разговаривать в итоге. Все же передается из-за пусто. Естественно. Один другому сказал и так по цепочке пойдет. Все понятно. Ну, вроде бы, как бы, маленько разложил по полочкам по тем вопросам, которые заинтересовали. Дальше вроде есть откуда копать. Там кое-какие документы тоже нарыл. Подкорректировать маленько, да, отправить, переслать. Там посмотрим дальше, какое движение будет. То есть, ну, твоя позиция такая, что любой суд, какой бы ни был, там вообще не стоит ходить. Просто все в письменном виде. Ответ, запрос, ответ, запрос. только так работать. Это моя позиция. Я не говорю, что она либо правильная, либо там сто процентов каждый должен так делать. Каждый делает по-своему. У меня просто есть свой личный опыт несколько лет хождения в суды. Он у меня просто есть. И я понимаю, что нету смысла для меня туда ходить. я там не вижу ничего нового для себя. Понятно, как бы, видишь, у тебя опыт есть, я как бы почему интересуюсь. Я-то там один раз был, и то зашли 5 минут все согласны. и значит, для своего опыта. Не, ну, надо маленько знать и другой опыт, чтобы применять хоть как-то. Я ни у кого не учусь. Я беру информацию, анализирую, изучаю и применяю, получаю свой опыт. И делюсь всегда только своим личным опытом. Вот чего я и стараюсь делать. Так вот, соответственно, если ты хочешь, чтобы у тебя был свой личный опыт, соответственно, придется его получить. Берешь и получаешь. Ясно. Слушай, вот самый, наверное, важный момент. Есть ипотека, одна из трех кредитов. Вот как бы она беспокоит, понимая, что везде сплошная ложь и обман, но все-таки там имеется залог, залоговая хранится непонятно где. Как в том случае поступать? В таком же деньги никто тебе не перечислял. ипотечный кредитный договор вот этот договор залога он не выполнен. То есть он юридически ничтожен. Но то, что мы изначально с тобой разговаривали. То есть для того, чтобы договор был действующим, условия прописанные в договоре все пункты должны быть соблюдены. банк обязался тебе предоставить деньги под залог квартиры. Он этого не сделал. Нету документа распоряжения управляющего этим банком на перевод скор счета на твой лицевой счет денег. Соответственно, раз нету такого документа, значит банк тебе ничего не перечислял. Значит он не выполнил условия договора. подаешь иск в суд на то, что такие-то пункты договора банком не были выполнены. Прошу признать договор ничтожным. Все, получаешь решение суда. Соответственно, с этим решением суда подаешь в арбитражный суд о том, чтобы на эту регистрационную палату подаешь в суд. Что так и так вот есть решение суда, что ипотечный договор банком не выполнен. Соответственно, он не по праву взял в обременение мою квартиру. Вот есть решение суда. Все, арбитражный суд на основании решения твоего суда первичного снимает обременение. Вот и все. Понятно. Ну ладно. Я сам этот процесс пока еще не делал, потому что невозможно за все сразу схватиться в сутках 24 часа. Придет время, я доберусь до этого. Я тоже пока заранее интересуюсь. Я понимаю просто механику, понимаю правовую механику, как, что делать. Все ясно. по части судов с банками результаты положительные идут? Или как они вообще? Всякие разные. Все зависит от приложенных усилий. Все люди разные, каждый по-разному реагирует на информацию. Соответственно отсюда и разные решения. Могут 100 человек написать по одному и тому же бланку в свои суды документ и у всех 100 человек будут разные результаты. Вроде документ один, статья одна и та же, закон один и тот же, суд один и тот же, городской или районный или мировой. А результаты всех разные, потому что не суды принимают решения, а люди работающие в них. А у каждого человека разный уровень восприятия реальности. Это и есть это погрешность. процентом. Понятно. Ну ладно, будем работать. Поэтому всегда я говорю по таким вопросам. Какой будет результат, если я сделаю так же, как сделал ты? Я отвечаю. Я не знаю, какой будет результат. Если ты это действие не сделаешь, то ты вообще не узнаешь никакого результата. поэтому пока не сделаешь, не узнаешь. Просто берешь и делаешь. Не надо придумывать предположения, как будут развиваться события. Просто берешь тупо и делаешь. Это как спрыгнуть с парашюта. Откроется парашют или не откроется? Да пока ты не спрыгнешь, ты не узнаешь, откроется он или нет. Согласен. Да. Ну понял. Спасибо за разъяснение. От души и во благо всегда. Тоже всего хорошего. Если что, я могу предварительно списываться, чтобы устанавливать связь, чтобы не загружать. Конечно, всегда только сначала списываться, устанавливать время диалога и потом дальше. Ну понял. Ладно. До связи. Пока-пока.